Ситуация на Ближнем Востоке все еще остается напряженной. Более подробную информацию нам представит собственный корреспондент Сибиси в Израиле Роман Янушевский. Роман, здравствуй. Какова ситуация в эти минуты? Добрый день, Руфат. Пока что в Израиле относительно тихо. Это связано с тем, что интенсивность ракетных обстрелов значительно снизилась в последние дни. Можно логично предположить, что это связано с тем, что северная часть сектора газа, откуда велись эти ракетные обстрелы, сейчас во многом находятся под контролем израильской армии. И это, естественно, затрудняет ракетные обстрелы боевиками. Тем не менее, они все равно происходят. Вчера, например, был обстрел впервые за трое суток центра страны, в том числе Тель-Авива. Об этом мы сообщали в эфире. Ну и одно из последних сообщений – это то, что боевик, который удерживал около тысячи пациентов и медиков в больнице Рантиси в секторе газа. Ахмед Сиам был ликвидирован. Сначала в армии опубликовали его фотографию, сообщив, что он взял их в заложники. А затем, какое-то время спустя, стало известно, что, по всей видимости, при помощи снайпера этого боевика удалось устранить. И, соответственно, люди, которые находились в больнице, угроза их жизни снизилась, значительно снизилась. Тем временем, Митральская армия окружила три ведущих больницы сектора газа, которые находятся в северной части, в городе Газа. И это связано с тем, что боевики активно используют медицинскую инфраструктуру для совершения атак. И фактически превратили эти больницы частично в оплоты своей деятельности. Ну, то есть, есть подземные бункеры под этими больницами, которые, кстати, были построены эти здания еще израильтянами в 80-е, кажется, годы. И строилось это, опять же, на случай войны, чтобы пациентов можно было туда опускать в эти подземные помещения. Но за последние годы Хамас значительно расширил и углубил эти помещения. Там построена разветвленная сеть туннелей, в которых прячутся боевики. По данным израильской разведки, там скрываются не только лидеры боевого крыла Хамаса, но и там могут содержаться десятки заложников, израильтян, которые удерживает Хамас, палестинский исламский джихад, люди, которые были похищены из своих постелей 7 октября. И на музыкальном фестивале Супернова около кибуца Рыим. Получается, что они уже 5 недель находятся в плену у боевиков. И хотя Хамас периодически публикует какие-то отдельные ролики, всего их, кажется, было 4 или 5, с заложниками, тем не менее, неизвестно, каково состояние основной их массы, потому что представители Международного Красного Креста не допускают к ним. Но известно, что при похищении часть из них была ранена. Это показывают камеры видеонаблюдения, сами обстоятельства их похищения. И вот уже переговоры, слухи о переговорах и близкой сделке по освобождению, как минимум, части из заложников активно муссируются. Но в Израиле пока сообщают, что действительно переговоры продвигаются, но говорить о том, что было заключено соглашение принципиально, пока говорить еще рано. Поэтому будем рассказывать об этом с осторожностью. Ну а что касается в целом гуманитарного положения в Газе, то армия обороны Израиля с 9 утра до 4 дня открыла гуманитарный коридор, по которому жители северной части могут беспрепятственно перейти в южную часть сектора Газа, чтобы покинуть зону ведения боев, а там действительно ведутся интенсивные бои в последние дни в городе Газа, в отдельных районах, например, в районе Шати. Также на территории Джибалии, это один из пригородов Газы, там тоже была введена 4-часовая гуманитарная пауза для того, чтобы желающие могли покинуть эти районы. И я напомню, что обсуждаются в ближайшие дни, должны развернуться полевые госпитали, например, Объединенных Арабских Эмират, Саудовской Аравии, и также плавучие госпитали направляют к берегам сектора Франции, Италии и некоторые другие страны. Но пока что речь идет о том, что фактически множество боев сконцентрировалось именно в районе больницы, не на территории больницы, но рядом с ними, потому что боевики активно использовали эту инфраструктуру. Ранее сообщалось, что армейская пресс-служба сообщила, что за последние сутки 11 опорных пунктов Хамаса на территории сектора Газа были взяты под контроль израильскими силами, то есть все боевики, которые обороняли эти позиции, были уничтожены. Там найдены мастерские по производству оружия, ракеты, гранатометы, минометы и так далее, множество секретной документации. Все это передано израильским спецслужбам для анализа. Возможно, это поспособствует в будущем освобождению заложников, как надеются. Но еще одно направление, которое играет важную роль сегодня, это Ливан. Рано утром, как стало известно, израильская армия нанесла самый северный удар, самый дальний удар, ответный удар от границы, в 40 примерно километрах от границы в районе города Сидон. Был нанесен удар по транспортному средству, по автомобилю, который, по всей видимости, принадлежал боевикам Хизбаллы. И была угроза проникновения беспилотника, которую потом затем отменили. Не очень понятно, было проникновение или нет. Ну а главное, в ближайшее время должен с очередной речью выступить Хасан Насрала, генеральный секретарь Хизбаллы. И все ждут, что он скажет на этот раз. После прошлой речи в его адрес раздалась многочисленная критика с разных сторон. И посмотрим, что он скажет на этот раз. И, возможно, это сулит новый поворот в нынешней войне. Руфат. Спасибо, Роман. Роман Янушевский, собственный корреспондент CBC из Израиля, рассказал о текущей обстановке на Ближнем Востоке. Продолжение следует...